Все говорят, Тимати это, Тимати то, Тимати здесь, Тимати там, Тимати это я. Следующий фильм это рассказ о том, что из себя представляет моя жизнь на самом деле. Это суббота, воскресенье, понедельник, так я правильно понимаю? Нет, это воскресенье, понедельник, и что можно сделать? Нет, но проблема в том, что таких дат быть не можно. Давай завтра думать, я не могу сейчас и не хочу об этом сейчас думать. Реально. У меня нет однозначного решения этого вопроса. У тебя оно есть, я знаю. У меня нет, у тебя есть. Я не знаю, как сделать, ты знаешь, и ты сделаешь. Суббота! Спасибо большое за все! Серьезно, чувак, это очень хорошо. Эта штука, эта штука. Я нашел. Мы уберем их, мы уберем их в клубе. Я даю концерты за границей, я даю концерты в Америке, собираю площадки большие в Европе. Я сам об этом постоянно думаю, и мне сложно как бы все это на самом деле до конца осознать и охватить. Проект у тебя сведем, тебе нужно будет в проект только вокал поставить, правильно? Ну, я не знаю, ты сам смотри, это твой проект. Ну, по-моему, по-моему, он тут звучит очень стрёмно. Вот я послушал, я прям сразу рожу сборничаю. Мы вместе с Пашу создали компанию, сделали лейбл. Наша цель это помогать, приводить на рынок новые имена и помогать реально талантливым пацанам и девчонкам развиваться, двигаться, становиться популярными. Мы являемся своеобразным лифтом, то есть мы берем, грубо говоря, продукт в виде артиста, ставим его в лифт, угадываем, комбинируем, нажимаем «пентхаус», он приезжает в «пентхаус». Смотри, смотри. Ну, я должен сам образовать команду, мы можем только где-то там один раз пару раз познакомить, помочь. Я считаю, что когда у нас в компании будет 3-4 супер крупных артиста, это будет фактически непобедимый лейбл. Это и есть цель, я хочу как можно больше на рынок привести новых крутых имен. Где-то на высоте снять, можно вообще, если был вариант, на Москву-сити куда-то залить или на крышу туда начать строить. Я вам сейчас не нужен для творческой части, я уйду, вы когда закончите, точно определите. Смысл в том, что в выходные мы должны его снять. Я хочу взять как можно больше молодых талантов и сделать из них полноценных звезд. Чтобы они могли сиять не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Для меня важно на лейбле иметь не только единомышленников, не только суперталантливых людей, но еще и нормальных персонажей с точки зрения человеческих качеств. Но ты со своей стороны должен сказать, что дружище, смотри, то что ты сейчас делаешь, как бы никто в компании тобой не доволен. Я могу в один момент просто как бы твою судьбу прекратить просто взять и сказать, слушай, мне эти капризы не нужны, мне слабаки в компании нужны. И просто как бы отпустить тебя. Я тебе даю последний шанс, я вижу, что ты перспективный парень, что ты многого можешь добиться. Я реально знаю, что ты можешь это сделать. Есть такие вещи. Ты должен очень много работать и немножко уже дать данных. Поэтому очень важно, какой ты как человек, какой у тебя посыл, какая у тебя энергетика, какой у тебя месседж. Соответствует ли ветви твоей идеологии нашей миссии? Двигаешься ли ты с нами в одном ключе? Уважаешь ли ты ценности спорта? Уважаешь ли ты порядочность? Уважаешь ли ты благородство? Хочешь ли ты добиться успеха? Хочешь ли ты поменять этот рынок? Хочешь ли ты смотреть открытыми глазами в будущее? И если ты тот человек, который отвечает «да» на все заданные мною вопросы, то мы те, кто сможет поднять тебя на качестве, на другой уровень. А кто отвечает? Отвечает человек, который Алексей. Алексей, откуда он знает? Ему надо предоставить что? Откуда он может знать? Он должен общаться с человеком, который отвечает. С каким человеком? Это звукорежиссер. Спасибо. Звукорежиссер? Чей человек? Не мой, точно. Ты привел звукорежиссера. Его найти, кроме тебя, никто не может. Вы можете куда-нибудь все исчезнуть. Нет. Сегодня вечерний орган. Мои пацаны репетируют. Я иду по музыкальному зову. Это финал. Да. А где соло-место? Боча дает. У меня один раз выдолбил это ухо, я потом не слышал одним ухом. Недели две. Недели две у меня просто, знаешь, такой… У тебя места уже не осталось живого на теле. Да. Вот тебе и на эту, и на ту. Ты только это самое, в этот раз поухаживай хотя бы. Да, хорошо. Да что хорошо, ты никогда не ухаживаешь. Что это? Ну это, что можно использовать материалы. Просто я сейчас подпишу от себя, потом они начнут копаться и еще запахнула. Да. Ты учти, сейчас дождь был, ночью заморозки. Ну машина не переобутая. Вот я сейчас на сайте смотрю новая вышла. Continental резина, сейчас тебе скажу как называется. Conti Winter Contact TS 810 Sport. Хорошая? Угу. Ну все, давай ее бери. Надо машину переобуть уже давно. Саня, разбуди меня через час. Иногда приходится по два часа спать, по три. Иногда вообще не сплю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы вниз уходим до 16. Когда ты сам босс, ты сам можешь решать когда тебе и что делать. Ну и ответственность увеличивается от этого еще больше. Так ты вроде делаешь свою работу, в конце месяца получаешь зарплату. А тут все зависит от тебя. Слышь, это самое, у меня дело в тебе есть. Я тебе скину сейчас реквизиты банковского счета, Сбербанка. Ты завтра на этот счет положишь тысячу долларов. Можешь взять у меня и сейчас на суде на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саня, а где может быть соль? Вот этот вот лид поменяй, послушай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Точно готово? Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раньше я ехал до парка Победы на метро. Выходил, вытаскивал из рюкзака доску. И ехал сюда на четырех колесах. Теперь мои четыре колеса, как те, что со вкладышей и жвачки турбо. Знаешь, многое изменилось. Моя жизнь изменилась. Но вот своим привычкам я остался уверен. Я достаю скейтборд и снова качусь куда-то в детство. И я чувствую себя таким свободным, не скованным никакими обязательствами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня часто спрашивают, жалею ли я о чем-нибудь. Я ни о чем не жалею. За исключением своих ребят, которые так рано ушли из жизни. Никто не знает, сколько нам отведено здесь. Поэтому я свой каждый день стараюсь прожить не зря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне на самом деле хочется сделать невероятный беспрецедентный проект для России. Мне хочется реально сделать крутую многофункциональную студию по уровню, ничем не отстающую от топовых нью-йоркских студий по звуку и по наполнению аппаратуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В интернете, меня послушает телефон, который нельзя сломать. Я тебя понял, я тебе перезвоню через 15 минут. Давай, Элик, спасибо. Давай, Бро. Вы где припаркованы? Я запустил линию одежды Blackstar Wear, магазины Blackstar Shop по всей России и за ее пределами. Мы планируем вырасти в следующем году до 150 точек в России, через 3 года в сеть в 300 точек. То есть это большая полноценная сеть производства, уже мы перевели за границу, то есть в России мы практически ничего не делаем. А идеи для коллекции я черпаю по всему миру и в Париже в том числе. Люди пишут нам на ящик, что бы они хотели видеть, какие фасоны, пишут о недостатках одежды. Мы постоянно работаем, мне очень важно то, что вы присылаете, мне очень важно ваше мнение, потому что я обрабатываю их и исходя из них делаем мы коллекцию. Заход охуенный, вторую строчку, может быть, поправить? Давай, еще разочек послушаем. И там ч-ч-ч-ч, черные машины на входе, не торопись. Это моя туша здесь, посторонись. Все, это можно оставить. Нет, ну насчет того, что это виза, вот это говорит, это нет. Я понял, что типа виза, виза, а ты имел ввиду карточка. Карточка, конечно. И пару строк поменяем, я начну писаться. Планов очень много. Из самых ближайших и главных приоритетов это концерт 29-я Крокус Сити Москва. Я делаю что-то особенное для своего города и делаю что-то особенное в своей карьере, так как впервые на рубеже 30 лет я собираюсь подытожить те 10 лет, которые я провел на сцене. И хочу их подытожить этим большим концертом. Это серьезная, стилизованная, абсолютно европейская картинка. Мощный звук, продуманный, большой расширенный состав Blackstar Band. И крутой материал последних 10 лет. Пришел момент всю жизнь и поменять, и новые вершины покорять. Поверь мне так круто говорить, прощай. Я уеду жить в Лондон, я уеду жить в Лондон, я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон. С 30-го числа у нас останется ровно 20 дней. Еще надо понять все эти склейки, ты для меня свет. Мы с тобой должны собраться отдельно, на этой неделе точно. В любое время. Сладкий. У меня было миллион шансов переехать жить в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк. Хоть даже в Токио, в любую точку мира. Но я остался здесь, потому что мне нравится Москва. Дружба, она чаще всего корнями уходит в детство. Дружба, она как фундамент. Дружба, она как основа. Именно благодаря нашей дружбе мы смогли воплотить все наши мечты в реальность. И двигаться вместе, спина к спине. Как и 10 лет назад, так и сейчас. Паршов, ты сюда, посмотри, пожалуйста, на стол. На столе стоит водка, Корнелла говорит, что я с ней снимаюсь. На спине подверг, ничего, она стоит в столе. Нет, это еще нормально, ты же ее сам не пьешь. Я не хочу споткаться. Паршов, девушка. Нормально. Мотор. Мотор. Идет все. Камера идет. И музыка. Музыку. Чтобы более клубное настроение было. Меньше стравоскопа. Меньше стравоскопа. Скорее, 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 скорее. Шаг вперед. Скажи, чтобы не сутулилась, Корнелла. Корнелли, не сутулилась. Если есть фильм, а фильм у нас будет. И фильм будет по всем... Он сыгран не как комедия. Он фишенебельный, он хорошо сыгранный. Он с яркими. Он сегодня. Сегодняшний. Если вы что-нибудь сделаете, только подтолкнуть. Мои цели это привнести как можно больше русского селфмейд продукта. Вывести его на международный уровень. И сделать его абсолютно равноценным. В Америке, в Азии, в Европе. То есть моя цель это переломать стереотипы. И приукрасить. Чтобы Россия могла гордиться своими героями на западе. Привет, команда. Привет. Как дела? Как дела? Как дела? Окей. Я просто пришел из Амсталамбии. Потому что он был... О, Пашу был в Амсталамбии? Да, да. Ты видел Пашу? Я видел Пашу, я видел видео с Брэк Давидом. Все. Ты знаешь Джан Туан? Нет, нет. Ты знаешь его? Привет. Да, я просто вернулся. Я не заметил, чувак. Привет, ты знаешь. Тимоти, привет. Привет, привет. Привет. Я очень рад, что я совершил кроссовер. Это достаточно тонкий и сложный момент. Тут очень много должно совпасть. Я последние 5-7 лет как сумасшедший работал 24 часа в сутки. Шел к тому, чтобы выйти за пределы России. Чтобы сломать эти рамки, чтобы разбить эти границы. И вот это наконец-таки случилось. Европа. Мы уже здесь хорошо закрепились. Потихонечку начинаем Азию и работаем над Америкой. Смотрим вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Так получилось в жизни, что у всего есть своя цена. Я думаю, что мы, артисты, находящиеся в сфере интертеймента и развлечений, платим двойную цену. Мы прощаемся со свободным временем. Мы частично прощаемся с друзьями, с личной жизнью, с отношениями. Не то чтобы кто-то жалуется и говорит, что это плохо, просто это данность, которую не все видят, далеко не все чувствуют и знают. Не каждый знает, что мы не спим по ночам и днем не спим. Думаю, все видят только положительную сторону, как видеоклипы, презентации, концерты. В списке Forbes кто сколько заработал, у кого что, где и как. Знаешь, моя работа, это в первую очередь, наверное, работа над собой. Это ежедневный труд, ежедневная борьба не с окружающим миром, а исключительно с самим собой. Потому что я всегда привык видеть главного врага и виновника своих проблем в отражении зеркала. И это очень важный момент. Каждый мой новый день – это поединок с самим собой. Я сам выбрал этот путь. Я знаю, как и куда я иду. Только вот теперь цели немножко изменились. Если раньше во главе стола стояли материальные блага, то теперь я мыслю гораздо шире и другими совершенно руководствуюсь понятиями. Я смотрю на этот мир открытыми глазами. Я смотрю вперед в будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова